Добрый день! Это подкаст Атлас Мира. Еженедельный рассказ о жизни людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Мозамбика до Эстонии. С вами автор Атласа Мира, обозреватель Радио Свобода Александр Гостев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему мы сейчас так подробно говорим об этом в Атласе Мира? Во-первых, потому что не говорить об этом сейчас невозможно. А во-вторых, потому что в четверг, 4 февраля, начинается визит верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепе Борреля в Москву. Накануне он вновь заявил, что прямо намерен обсуждать происходящее с руководством России и надеется встретиться с Алексеем Навальным. Цитата. Заключение Алексея Навального под стражу не согласуется с международными обязательствами России соблюдать верховенство права и основополагающие свободы. Это также противоречит вердикту ЕСПЧ, который посчитал это дело произвольным и необоснованным. Это написал Жозеп Боррель в своем твиттере перед визитом в Москву. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Навальный должен быть немедленно освобожден. Свое сообщение в твиттере, в котором он комментирует тюремный срок российскому оппозиционеру, Макрон написал по-русски. Цитата. Приговор Алексею недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав человека, так же как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти освободить Алексея Навального и прекратить преследование участников мирных протестов. Приговор Алексею Навальному далек от законности любого правового государства, заявила Меркель. А министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал освободить Навального так. Он написал в твиттере, что речь идет, еще раз цитата, об ударе по основным свободам и верховенству права в России. Немедленного освобождения Алексея Навального потребовал и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он назвал смелым и самоотверженным решение оппозиционного политика вернуться в Россию после отравления. Решение же суда отправить Навального в колонию, по словам британского премьера, чистая трусость. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб считает, что решение суда по делу Ифраше извращает истину. И цитата направлена на жертву отравления, а не на тех, кто ответственен за него. Россия, по словам Рааба, еще цитата, не выполняет основные обязательства, выполнения которых следует ожидать от любого ответственного члена международного сообщества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что после приговора диалог между Европейским Союзом и Россией возможен только на языке санкций. Если ЕС не отреагирует, Литва будет рассматривать возможность введения таких санкций на национальном уровне. А министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек написал в Твиттере, что тюремное заключение для Навального не стало сюрпризом, так как связано с ясным намерением политического режима в России заставить замолчать голос оппозиции. Цитата. «Чехия будет требовать немедленного освобождения, так как оценивает произошедшее как показательный процесс. К сожалению, в нашей истории такое случалось несколько раз», – подчеркнул Петржичек. Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что голос Навального – это голос многих россиян. В одном из интервью он высказал мнение, и вновь цитата, «Российское правительство делает большую ошибку, если верит, что это все о нас. Нет, речь о них самих, об их правительстве, о недовольстве россиян коррупцией и клиптократии». США глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционера Алексея Навального к двум годам и восьмим месяцам лишения свободы, заменив ему условный срок тюремным заключением. «Мы вновь призываем к немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению всех лиц, незаконно задержанных за осуществление своих прав». Конец цитаты. А сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес считает, что решение о заключении под стражу Алексея Навального серьезно скажется на российско-американских отношениях. Цитирую его слова. «Трус из Кремля проявилась сегодня во всей полноте. Тюремное заключение Алексея Навального – неудача для демократических активистов во всем мире. Это должно быть центральным вопросом в развитии двусторонних отношений между США и Россией». На приговор Навальному отреагировала и международная неправительственная организация Amnesty International. В ее заявлении говорится, что произошедшее демонстрирует, что российские власти стремятся посадить за решетку каждого, кто осмелится говорить о нарушениях и репрессиях в отношении прав человека. Субтитры создавал DimaTorzok Вы слушаете «Напоминаю» подкаст «Атлас мира». Мы продолжим через полминуты. Привет! Меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ. Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я, будучи мусульман, автоматически перекрестился. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах. С вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Европейские суды уже вынесли сотни постановлений о выплате компенсаций сотням граждан Украины за нанесение им морального и материального ущерба из-за аннексии Крыма и войны в Донбассе. Россия теперь должна выплатить пострадавшим несколько миллионов евро. Однако эта сумма может значительно вырасти, так как в судах еще находятся несколько тысяч подобных исков. А всего из-за действий России в Украине более 1 миллиона 500 тысяч людей стали вынужденными переселенцами. Все они могут теперь требовать компенсации у России за разрушенную жизнь. Эти победы в судах стали возможны благодаря тому, что летом прошлого года первый подобный иск выиграла крымская журналистка Анна Андреевская. Ей присудили в качестве компенсации 1 миллион гривен. Это приблизительно 30 тысяч евро. После аннексии она лишилась работы и вынуждена была уехать из родного города. Ее публикации стали поводом для возбуждения уголовного дела подконтрольными Россией властями полуострова. Пострадавшие надеются, что ущерб им возместят из кредита, который Россия предоставила Украине во время Евромайдана по просьбе Виктора Януковича. В то же время, если исков будет много, то у юристов из Украины есть возможность арестовать, например, акции российских государственных компаний в проекте «Северный поток». О том, можно ли принудить Россию заплатить пострадавшим в Украине, вопреки тому, что она даже не признает себя стороной конфликта, в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказал Андрей Сенченко, в прошлом депутат Крымского парламента, а ныне глава всеукраинского общественного движения «Сила права», которая занимается исками пострадавших. Как можно взыскать средства из России, если она не признает, например, себя стороной конфликта и так далее? Дело в том, что Российская Федерация не только не признает себя стороной конфликта, они еще решением где-то два года назад, решением своего так называемого конституционного суда, объявили, что на территории Российской Федерации международное право не имеет приоритета по отношению к национальному законодательству. Хотя во всем цивилизованном мире, наоборот, если ты подписал международную конвенцию, то она имеет приоритет по отношению к внутренним законам. Так вот, Россия не выполняет никакие решения, никаких международных судов, будь то инвестиционных арбитражей, будь то лондонского суда, ЕСПЧ и так далее. И точно так же относится к решениям украинских судов. Поэтому единственный способ исполнения – это принуждение через арест российских активов, принадлежащих государству. Каким образом пошла сила права? Мы в нескольких судебных процессах, ну вот подобных Анне Андреевской, наложили арест на право требования Российской Федерации по кредиту, который Украина получила в декабре 2013 года. На тот момент это было 3 миллиарда долларов. Сейчас с учетом процентов, ну Российская Федерация считает, что это уже больше 4 миллиардов долларов. Так вот, мы судебным решением наложили арест, этот арест действует. Но, к сожалению, эти деньги пока недоступны для выплаты пострадавшим. Почему? Потому что идет параллельный процесс в лондонском суде, где судятся другие субъекты. Судятся государства Российская Федерация с государством Украины. Я не хочу предопределять решение лондонского суда, но возможны два варианта. Вариант первый. Когда Российская Федерация проигрывает этот суд и решением устанавливается, что Украина не должна эти деньги. Тогда наш арест умирает, и мы идем по пути ареста других российских активов. Если же в силу каких-то соображений выигрывает Российская Федерация, то есть возникает ситуация, когда по решению лондонского суда государство Украина должно сумму, там условно 4 миллиарда долларов, то эта сумма оказывается арестованной по искам граждан, таких как Анна Андреевская. И Россия не может взыскать эту сумму. Тогда эта сумма будет доступна для выплаты пострадавших. То есть я просто к чему подробно рассказываю, что единственный вариант – это арест российских активов. Мы сейчас пошли по пути ареста самого ликвидного актива, то есть вот этих финансовых требований России по отношению к Украине. Дальше. Мы исследовали наличие российского имущества на территории Украины. Оно так завуалировано, но тем не менее оно есть. Но нам для того, чтобы арестовывать это имущество, нужна хотя бы минимальная поддержка украинского государства. К большому сожалению, пока вот в отношении пострадавших граждан, кроме нашей общественной организации, никто этим не занимается. И мы параллельно рассматриваем возможность легализации решений украинских судов, а такая правовая процедура существует, легализация их на территории других государств и переходу к аресту российских активов за пределами Украины. Но тут, к сожалению, нельзя взять, например, сумму иска Анны Андреевской и арестовать там какой-то российский актив, потому что, ну, это несоизмеримые вещи. Поэтому нам очень важно, чтобы мы собрали как можно большее количество уже выигранных судебных решений, то есть требований в отношении Российской Федерации, и вышли на арест крупных российских активов, например, доля Российской Федерации там в Северном потоке. Я бы хотела еще спросить, о какой сумме идет речь в случае вот сейчас тех исков, которые вы уже через суды провели, да? Сколько человек, вы уже сказали, но вот общая сумма есть какая-то подсчитанная, сколько ущерба требуется взыскать? Я приведу вам примеры в разрезе разных категорий пострадавших, а потом дам общую оценку. Вот Анна Андреевская, как вынужденный переселенец, имеет право по решению суда на компенсацию морального ущерба в сумме 35 тысяч евро. Ну, мы нашли аналогичные решения ЕСПЧ. Семьи погибших. На каждого члена семьи погибшего это 60 тысяч евро компенсации морального ущерба плюс материальный ущерб, плюс, если есть малолетние дети, то еще определенные выплаты. Если речь идет о ранениях, то раненые самые легкие ранения вот 20 тысяч евро и дальше в самых тяжелых случаях это уже сотни тысяч. Теперь, а какая общая сумма вот у нас на сегодня непосредственно пострадавших на территории Украины от российской агрессии граждан? Примерно 2 миллиона человек. Ну, примерно полтора миллиона вынужденные переселенцы, полмиллиона это остальные категории. И если каждый из этих людей подаст в суд и сумма ущерба будет рассчитана исходя из практики европейского суда, то общая сумма претензий к Российской Федерации превысит 100 миллиардов евро. Ну, конечно, сегодня пока нет такого количества решений и пока общая сумма решений вынесенных измеряется несколькими миллионами евро. Но у нас эта работа идет каждый день. Я вам говорил, что уже есть несколько тысяч решений об установлении факта, а потом уже в развитии идут следующие. И самое главное, что уже есть решения Верховного суда, на которые опираются местные суды, и все это происходит немножко быстрее. Потому что в случае с Анной Андреевской мы очень долго в суде доказывали, ну, на мой взгляд, очевидные вещи. Сейчас это происходит быстрее. Я бы хотела спросить по поводу аргументов, которые вы предъявляете суду. В случае Крыма и в случае Донбасса это две разных ситуации. В одном случае речь идет об аннексии, в другом случае речь идет о боевых действиях и действительно открытой войне. Это не так. Ну, во-первых, давайте так. Это не аннексия, а оккупация и попытка аннексии. Украина не согласилась с этой попыткой, поэтому это режим военной оккупации. И там все доказано и признано Российской Федерацией в конце концов. Что касается Донбасса, то мы с самого начала уравняли эту ситуацию. Мы пошли через доказывание наличия признаков эффективного контроля. Признаки эффективного контроля одного государства над частью территории другого. И если доказывается наличие этих признаков, то это автоматически уравнивает статус этой территории со статусом оккупированной территории. Таким образом, мы в сотнях судебных решений доказали, еще начиная там с 15-16 года, что на Донбассе действует режим военной оккупации, такой же, как в Крыму. Что являются такими признаками, которые позволяют доказать это в суде? Ну, например, какая валюта ходит на территории? Там рублевая зона. Это подтверждение режима оккупации. Дальше, откуда там чиновники на этой территории? Там есть местные и есть те, кто приезжают вахтовым методом из России. Это подтверждает режим оккупации. Там даже есть такие признаки, как, а где печатаются учебники, по которым дети в школах учатся? И они тоже печатаются в Российской Федерации, российская программа и так далее. И это подтверждение режима военной оккупации. Поэтому, на самом деле, отличия никакого нет. Просто в Крыму в большей степени действуют сегодня российские спецслужбы и устраивают террор в отношении украинского населения, а на Донбассе в большей степени военные. Напоминаю, что моя коллега Александра Вагнер беседовала с Андреем Сенченко, главой всеукраинского общественного движения «Сила права» о том, можно ли принудить Россию заплатить пострадавшим в Украине, вопреки тому, что она даже не признает себя стороной конфликта. Субтитры создавал DimaTorzok Вы слушаете подкаст «Атлас мира» и у микрофона в студии «Радио Свобода» его автор Александр Гостев. Еще одна интересная тема. Специальная прокуратура Испании по борьбе с коррупцией намерена продолжать юридическое преследование российского миллиардера Михаила Фридмана, начатое еще в 2019 году. Он подозревается в коммерческих махинациях, следствием которых стало разорение работавшей на российском рынке испанской корпорации Z Worldwide, сокращенно просто Z. Мадридское интернет-издание El Confidencial недавно опубликовало интересный документ специальной прокуратуры Испании, непосредственно касающийся дела Фридмана. Публикация появилась в связи с попыткой 6-го следственного отдела Национальной судебной палаты Испании, где рассматривалось дело Фридмана, прекратить его юридическое преследование. Начальник отдела Мануэль Гарсия Кастельон посчитал, что участие магната в истории вокруг испанской корпорации Z недоказуемо. Но прокурор Хосе Гринда с этим мнением не согласился. В подготовленном им документе отмечается, что Фридман, будучи партнером Z, лично контролировал разные рода действия, приведшие к удушению и банкротству в 2016 году некогда процветавшей корпорации. Затем предприятия, работавшие в сфере высоких технологий, в частности мобильной связи, приложений и компьютерных игр, было приобретено Фридманом за 20 миллионов евро, хотя реальная стоимость Z составляла полтора миллиарда. В результате испанские инвесторы Z понесли огромные убытки. Ущерб был нанесен и испанскому государству, поскольку корпорация пользовалась его дотациями. В документе прокуратуры российский магнат даже именуется, цитата, «лидером преступной организации, который наводит страх на подчиненных ему лиц». В своих выводах прокуратуры исходят из материалов, собранных Центральным управлением национальной полиции Испании по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями. Полицейские изучали переписку корпорации и другие документы, опрашивали ее сотрудников и так далее. Вывод был сделан тот же, что и в прокуратуре. За разорением Z стоит Михаил Фридман, действовавший через своих доверенных лиц. Прокурор Хаса Гринда считает, что предприятие стало жертвой рейдерского захвата, хотя и признает, что в данном случае насилие не применялось. Использовались сугубо экономические методы. Вот что он рассказывает о своей работе, отмечая, что борьба с экономическими преступлениями очень сложна. «Мы в прокуратуре занимаемся борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями, действием в тесном контакте с силовыми структурами, полицией и жандармерией. Мы обеспечиваем государственный контроль за исполнением закона в ходе следственных мероприятий и судебных разбирательств. Одновременно мы стоим в соответствии с положениями Конституции на страже прав граждан. Нам также приходится вести собственные расследования по важным делам параллельно со специализированными судебно-следственными органами. Это, в частности, касается экономических преступлений с элементами коррупции, расследовать которые сложно». Прокурор Хосе Гринда усматривает в действиях российского олигарха такие предусмотренные Уголовным кодексом Испании правонарушения, как нелояльность по отношению к партнерам по управлению предприятиями, умышленное банкротство и коррупция в бизнесе. Чтобы разобраться во всем этом деле, испанская прокуратура вместе с полицией в сентябре 2019 года вызвали Михаила Фридмана на допрос. Встреча, впрочем, дважды откладывалась по просьбе российской стороны и состоялась она лишь в конце октября того же года. Защита пыталась опровергнуть обвинение. Она утверждала, что Фридман не имел никакого отношения к корпорации «Зет». Адвокаты даже заявляли, что речь идет о заговоре, организованном бывшим владельцем «Зет» Хавьером Пересом Долсетом. Последний якобы сам обокрал и разорил свое же предприятие. Михаил Фридман, отвечая на вопросы прокурора и следователя, говорил, что просто не мог совершить ни одного из вменяемых ему правонарушений. Он, по его словам, не занимал в то время административных постов, позволявших принимать какие-либо решения в отношении «Зет». На вопрос следователя о связях с Пересом Долсетом Фридман ответил, что хотя и встречался с ним, но никаких дел не имел. Вот запись, сделанное в ходе допроса. Я не помню, это было тоже много лет назад, но я его встречал в каких-то там мероприятиях. Мы вообще с господином Дольсетом встречались в жизни, по-моему, три или четыре раза. Все время вот на таких вот ужинах. Это было на протяжении достаточно длительного времени, наверное, двух или трех лет. И во время этих ужинах никаких серьезных деловых разговоров не велось. С господином Дольсетом у меня никогда не было никакого общего бизнеса, никаких общих деловых интересов. Между тем, как отмечало в свое время уже упомянутое издание «Эль Конфиденциаль», прокуратура располагает важным свидетелем. Речь идет о гражданине Великобритании Эдвине Харланде, который в свое время занимался аудитом в России. Этот англичанин еще в 2015 году предупреждал правоохранительные органы Испании о нарушениях, обнаруженных им в фирме «Тема», совместном предприятии, созданном «Зет» и российской компании «Вымпелком» с участием Фридмана. Харланд, судя по публикации, выявил незаконный вывод россиянами капиталов из «Тема», без ведома испанских партнеров. В частности, 30 миллионов долларов были перечислены Александру Колокольцеву, сыну министра внутренних дел России. Испанцы якобы попытались остановить, как они полагали, неоправданные траты. В ответ российская сторона отменила все контракты «Стема» из фирмы «Тимофон», которой также владела «Зет». Таким образом, корпорация лишилась доходов от своих филиалов, а последние обеспечивали ей 43% всех дивидендов. В частности, она более не могла обслуживать кредиты, взятые для расширения своей деятельности, и в конце концов вынуждена была объявить о банкротстве. Кстати, в ходе допроса в Мадриде следователь, полагавший, что речь может идти о неких коррупционных схемах, попытался выяснить, какие отношения связывают Фридмана с сыном министра Колокольцева. Ответ был аналогичным предыдущему, об отношениях с Пересом Далсетом. То есть, Александра Колокольцева Фридман, как он заявил, знал, но плохо. И дел с этой семьей никаких не имел, ни с сыном, ни с отцом. С последним он якобы даже не был знаком. Ну, это молодой человек, предприниматель. Я его тоже знаю, так сказать, социально, но он не является моим другом, но я его знаком. Я не помню, это было тоже много лет назад, но я его встречал в каких-то там мероприятиях, в театре, такого рода. С Туцом Колокольцева я лично не знаком. В итоге уголовное расследование против Михаила Фридмана в Испании, судя по всему, будет продолжено. Сколько еще потребуется времени для выяснения всех обстоятельств банкротства корпорации Z, неизвестно даже представителям прокуратуры. Вообще, подобные разбирательства в Испании тянутся годами. Итак, это был Атлас Мира. Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox, а еще в Яндекс.Мьюзик. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах Радио Свободы, в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме или ВКонтакте. Мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться. Подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Пишите там свои комментарии и задавайте вопросы. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, а я, автор и ведущий, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго. Студия подкастов Радио Свобода